Вечером четверга вертолет МЧС потерпел крушение в Курском заливе недалеко от Полеска. Погиб один человек, еще двое с травмами доставлены в больницу. Экипаж воздушного судна проводил тренировочный полет, когда что-то пошло не по плану, что именно установят специалисты. Сейчас на месте работает следственная группа, ведутся работы по эвакуации машины из Курского залива. Там работает наш корреспондент Сергей Кирин, он расскажет подробности. Мы находимся на месте падения вертолета. Вот видим из воды хвост, часть шасси, глубина 3,5 метра, дальность 5 километров от Полеска. Как будут поднимать, пока еще не решали, предварительно с помощью надувных понтонов их сегодня. На территорию ПСО привезли, КАМАЗы их разгрузили, и, соответственно, начало операции будет обозначено, когда уже комиссия скоординирует и решит все этапы, как будут проходить. Но помимо сотрудников МЧС, состав комиссии будет представителей Следственного комитета на транспорте. Межведомственная комиссия будет сегодня решать, как проводить работы, в какое время, с использованием каких сил и средств, и куда потом транспортировать вертолет. Его уже предстоит изучить, для того, чтобы понять, что это техническая поломка или человеческий фактор. А может быть и погодные условия. Как известно, вчера был сильный туман. Вот мы осмотрели вместе с сотрудниками МГИМС место падения вертолета. Сейчас возвращаемся назад на территорию поисково-спасательного отряда и попробуем узнать некоторые подробности там. Может быть комиссия уже собралась и какое-то решение вырабатывает по поводу проведения операции по подъему вертолета и его дальнейшей транспортировки на площадку, где его можно будет поднять.